На республиканском уровне Даугупелс ежегодно доказывает свою состоятельность. Член Латвийского союза ветеранского движения Анатолий Левша не применул отметить. Наше поколение выросло на спорте. До сих пор вчерашние профессионалы остаются в строю, активно участвуя в соревнованиях. Так, за минувший год 10 даугупелчан стали лауреатами на международном уровне. В том числе четверо поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета в рамках ветеранских чемпионатов мира и Европы. На прошедших же 49-х латвийских играх заняли третье общекомандное место, уступив лишь коллегам из регии Юрмалы. Ветеранское движение в мире несет особую смысловую нагрузку, являясь своеобразным символом здорового образа жизни, вне зависимости от прожитых лет. Характерная деталь. В категории сеньоров Латвия преуспела даже больше, чем в спорте стандартно. Сами активисты полагают, истоки кроются в прежней системе, взглядах и отношению к достижению. Наверное, что-то есть в этом, да. Но я думаю, что это такие общие какие-то, наверное, может быть, и такие тенденции, такие мировые, что сейчас много, допустим, я не знаю, занятий у молодежи. Может быть, как-то меньше, меньше, меньше они уделяют этому, потому что есть и другие занятия. Как-то наше поколение, мы все-таки выросли на спорте, очень много так и в основном. Ну и поэтому нам как-то, мы так закалены, есть желание, наверное, как-то продолжать. Хотя бы такой вопрос, в самом деле, есть люди, которые никогда не занимались спортом, а потом после 40 лет вдруг начинают заниматься и достигают там хороших результатов. Традиционно спортсменов поздравила думская администрация. В этот раз мэр Дагупелса Жанна Кулакова превзошла саму себя, внеся смелое новаторство в области стилистики и фразеологии. Под занавес 15-минутной речи, посвященной тому, что сделано и что еще предстоит осуществить, градоначальница изрекла буквально следующее. Мы не случайно дали городу название «Дагупелс – город возможностей», ведь, как известно, как вы город назовете, так он и поплывет. Вячеслав Ширяков и Александр Исаков высказались кратко и по делу, пожелав молодому поколению брать с ветеранов пример.